Еще около 300 миллионов рублей компания планирует вложить в строительство и ремонт электросетей и трансформаторных подстанций. Это примерно на треть больше, чем в прошлом году. Основными точками приложения инвестиционных усилий будут Витязева, та часть, которая находится в ведении компании, Джигинка, а также Суко. Энергетики говорят о максимальном содействии со стороны местной власти. Что касается взаимодействия, нашего взаимодействия с администрацией НАПР, это колоссальное понимание, доверие друг к другу. Даже что касается реконструкции сейчас подстанции Пионерской, мы понимаем, что у нас очень много работы как раз с администрацией. Я хочу сказать огромное спасибо и Сергею Сергею Павловичу, и его замам, специалистам, которые сейчас с нами работают. А это, сами прекрасно понимаете, прокладка кабелей, это и разрытие, это и получение разрешения на строительство. То есть, и все понимают, что этот объект, помимо своей масштабности, делается в кратчайшие сроки, и для чего он делается. Ранее мощности добавили на подстанциях в станице Анапское и поселке Джимите. По словам Дмитрия Головахи, уже в минувшем году число аварийных отключений на сетях Кубанинерго удалось сократить более чем в два раза. Руководитель филиала пояснил, что большая часть отключений, которые производятся сегодня, носят плановый характер. Они необходимы, чтобы вести ремонтные работы и подключать новые оборудования. Также к курортному сезону в филиале запустят единый центр приема звонков от населения. Позвонив туда, потребитель получит полную информацию об отключении и предположительном времени включения.